Откачка воздуха в камере завершена. Остаточное давление порядка 0,05 ТОР. В камере установлено устройство, включающее вращающийся динамически сбалансированный диск, над которым установлен экран. Экран имеет возможность скачания на коромысли. Коромысло статически сбалансировано, а вес самого экрана в данном случае порядка 16 грамм. Он состоит из картонной основы, сверху в данном случае у нас медная пластина, снизу алюминиевая. Как видно, между диском и экраном зазор порядка 1,5-2 мм. Подаем напряжение питания. Началось вращение диска. Как видим, никакого механического контакта между диском и экраном нет. Затем начинается постепенное колебание экрана. Величина отскока, в данном случае, невелика. Напряжение питания 20 Вольт. Увеличиваем напряжение питания до 30 Вольт. Величина отскока возрастает до 45-60 градусов. Увеличиваем напряжение питания основным. Уменьшаются обороты, уменьшается величина отскока. Диск продолжает вращение. Вот мы видим. Остаточные колебания прекратились. Между диском и экраном есть геометрический зазор. Но на малых оборотах отталкивание диска от экрана прекратилось перед съемкой. Откачка воздуха в камере завершена. Остаточное давление примерно 0,05 Тор. В камере установлено устройство, включающее динамический диск, вращаемый электромотором ось мотора и диска в данном случае горизонтально, а экран подвешен на коромысле вертикально. Подаем напряжение питания. Как мы видим, между диском и экраном есть зазор. Пока обороты мало, экран не подвешен. На участке началось его отталкивание. С ростом числа оборотов увеличиваем напряжение питания. И вот толстый мягкий все более растет. Уменьшаем напряжение. Диск продолжает вращение, однако его обороты малы, и отталкивания экрана не происходит. Еще раз увеличиваем обороты. Опять начинается отталкивание экрана. Уколо отталкивания в данном случае порядка с 30-45 градусов. Подключаем напряжение питания. Обороты падают. Конец съемки. Продолжение следует.